Опошняя падея в Бересте выкликает у нас особливую занепокоенность. Поскольку мы убачили, что в отрознении от попередних практок Бересте были выкористаны весь набор, характерный для больше репрессивных попередних практок, которые мы надирали в попередние годы. То есть мы бачили и арешты, и удельников демонстраций, и одвольные затримания, превентивные перед акциями, и полный, кажется, репрессивный набор. Конечно, зараз покой, что еще рано, робить некие высловы об новых тенденциях, но мы веими занепокоены тем, что в путем часа мы можем стать светками заканчения эпохи мягких практок, которую мы надирали и констатовали в Украине с момента вызволения политических вязаний уже в нюне 2015 года. И отримливается, что может так отриматься, что влады таким чином отреагуются на новые выклики для их в выгляде массовых мероприемств, которые сейчас отбываются и еще будут отбываться в шматых городах Беларуси. Громадяну незадоволенных декретом президента номер 3, да и в принципе экономичной ситуации, экономичной политики у Рады, которая осталась в опоршний час. Конечно, нам бы, как правооборонцам, хотелось бы, пока влады проявили политичную мудрость, гнуткость в этой ситуации, обменили этот декрет, который в принципе является абсолютно бесценсионным и, я бы сказал, глупым. Но я очень боюсь, что влады могут принять больше просто для их решения, поскольку за все годы, 20 с лишним годов, они очень хорошо научились блокировать и рассекать. Поэтому ближайшим часом я боюсь, что мы можем стать светками погаршением ситуации с правом человека Беларуси и распочинанием новых валей и репрессий.